Не будем искать брачного союза с богатыми, чтобы множество богатства не породило в жене высокомерие, чтобы высокомерие не было причиной развращения. Не видишь ли, что сотворил Бог, как Он подчинил жену мужу? Надо искать не богатой жены, а того, чтобы иметь в ней сообщницу жизни для рождения детей. Не для того Бог даровал человеку жену, чтобы она принесла деньги, но чтобы была ему помощницей. Жена, приносящая деньги, бывает коварна, становится госпожой вместо жены. Так, если кто имеет жену неверующую, то не принуждается прогонять ее. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. А если распутную и прелюбодейку, то ему не возбраняется прогнать ее. Кто разводится, говорит Иисус Христос, женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Следовательно, за любодеяние можно отпускать жену. Видишь, человеколюбие и попечительность Божию. Если, говорит, жена твоя неверующая, не прогоняй. А если прелюбодейка, то не возбраняю сделать это. Если она, говорит, оскорбит меня, не прогоняй. А если обесчесть от тебя, никто не мешает прогнать. Такой-то Бог удостоил нас чести, а мы неужели не почтим его?